Экономика и наши с вами кошельки. Здравствуйте. Уровень региональной инфляции публикует Хабаровстат. Цены в марте по сравнению с февралем выросли почти на 8%, с начала года на 9%. Данные вполне сопоставимы с общероссийскими тенденциями. Напомню, цифру от Росстата с февраля по март 7,6%. Самая высокооплачиваемая вакансия апреля в городе Хабаровске опубликовал портал Суперджоп. Тенденция номер один. По сравнению с февралем и мартом предложения по зарплатам пусть незначительно, но снизились. Высокий спрос на программистов 1С сохраняется. Среди высокооплачиваемых вакансий главный ветврач на птицефабрику, руководитель отдела аналитики на Хабаровский завод домокомплектов, на этом предприятии, кстати, 14 разных вакансий, и директор автошколы. В соотношении зарегистрированных безработных и заявленных вакансий традиционно почти 5 рабочих мест всего лишь на одного соискателя. Последние 10 лет количество вакансий значительно преобладает над количеством безработных. Причем 70% таких вакансий – это рабочие специальности. Но речь не о разнорабочих или подсобных, например, а о специалистах с высокой квалификацией и большим опытом. В качестве примера, как складывается избыток вакансий и дефицит рабочих рук в строительной отрасли. На сегодняшний день предприятия строительной сферы заявили более 3000 вакансий. То есть, сами подумают, 3000 вакансий, а безработных по этой профессии у нас меньше 100. У нас на учете в качестве безработных нет вообще ни арматурщиков, ни каменщиков, никого. Рост сети ФСК ЕС России начали устанавливать новые высоковольтные вводы на подстанции Хабаровская. Ее рабочее напряжение 500 кВт. Она обеспечивает переток электрической энергии от генерирующих станций Амурской области в Хабаровский край, ЯО и Приморье. На подстанции заменены два высоковольтных ввода из 12 запланированных. Меняются старые масляные на новые с твердой изоляцией, срок службы которых измеряется 30 годами. Это оборудование предназначено для подключения силовых трансформаторов к линиям электропередачи, если коротко. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций. Следим за новостями.